Всем привет друзья, с вами Андрей, это канал Футбол это жизнь и это продолжение нашей рубрики Российская Премьер Лига в Лиге Чемпионов. Перед началом этого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на этот канал, потому что большой процент зрителей смотрят мои видеоролики без подписки. Ребята, если вам понравился данный ролик и другие ролики на моем канале, не поленитесь, подпишитесь на канал, вам не трудно, мне будет очень приятно. Ну и также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RIT, ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь. Кому интересны игровые прохождения, летсплей на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну и также, кто не знал, у меня появилась новая функция на канале, это спонсорство, всего лишь за 99 рублей в месяц, вы можете стать спонсором моего канала, получите много интересных разных бонусов, про которые вы можете узнать при оформлении подписки, дерзайте. Ну что же, у нас третий выпуск про Локомотив в Лиге Чемпионов, сегодня мы играем против Атлетика Мадрида. Что у нас сейчас вообще там с нашим турнирным положением, мы идем на четвертой строчке, у нас одно очко, вряд ли с Атлетика получится выиграть, поэтому также будем бороться за ничейный результат, ну а два очка нам вряд ли что-то да и помогут. Поэтому в любом случае, надеемся на красивый футбол, Каченков у нас вот например будет на воротах, а не Гильерме. Вместо Зелуиша я вот например вообще не знаю, кого ставить, что тут по Каману, давайте Каману поставим сюда, Рифата Жемалединова сюда. Так, я смотрю, нам тут вообще некого выпускать от слова совсем, у нас у всех плохая форма, я лучше Эдера поставлю слева с рейтингом 64, потому что у нас левый нападающий единственный есть это, да вот он ушел, это Иосифов, у него рейтинг 62, поэтому пусть лучше будет так. Ну и вместо Алексея Мироничука мы ставим Мухина, поэтому, ну вот как-то так мы будем сегодня играть, к сожалению, ну и у Мухина там тоже плохая форма, я не знаю даже кого теперь это и ставить. А давайте мы выпустим всех как и есть, посмотрим, все-таки кажется влияет на это что-то или нет, мне кажется не сильно, поэтому все-таки не ужасно у них форма, которая прям стрелочка вниз, нет, это ниже среднего, поэтому постараемся с такими вот игроками, иначе мы с Мухиным там, с Иосифом бы вообще всем проиграли, поэтому Атлетика против Локомотива, поехали. Итак, мы на Ванда Метрополитана, буквально недавно, я не помню сколько, год-два тому назад, мы уже играли с Атлетика, ну точнее Локомотив играл, если я не ошибаюсь, это было в Лиге Европы стадия, то ли там одна восьмая была, потому что вот одну шестнадцатую вроде как Локомотив прошел, а вот со стадией одной восьмой не получилось. Ну что же, опасный штрафной на девяносто третьей минуте, естественно я доверяю Антону Миранчку, он там правша, но я не знаю, отсюда будет очень тяжело ему забить, еще и дальняя дистанция, но мы попробуем, ну естественно в стенку мяч вот. Попадает и матч заканчивается, счетом 0-0, смогли, смогли хотя бы одно очко, но мы его ввести из Испании, у нас теперь два очка, матч не такой уж интересный показался, как мне моментов особых и не было, как мы видим, ну и Лерен стал лучшим игроком матча в составе Атлетика. Бавария вынесла просто Йонг Бойс в Швейцарии, 4-0, мы набираем свои два очка, но все так же остаемся на последнем месте, из-за того, что вот проиграли как раз Йонг Бойсу, но теперь я и не знаю, тут с Атлетика нам вряд ли получится что-то из себя показать, поэтому скорее всего результат будет такой же, как и с Краснодаром, мы займем третью строчку в группе. Ну а на этом все, ребят, спасибо вам большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну а с вами был Андрей и канал Футбол, это Житон, до новых встреч, друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok